здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века сегодня мы вяжем снуд трех этажный шикарные девчонки пряжа опять же из моего обзора который я откладывала вот на на осень чтобы что-то связать увидел мой обзор турецкая пряжа вот это этот бренд артопу но такая пряжа есть девчонки alize но разных брендов так что смотрите и любая секционная пряжа отведите тут обозначены цвета какие здесь у нас в маске всего четыре цвета я буду использовать эту пряжу смотрите 200 граммов 360 метров акрил шерсть состав цвет если будете покупать именно эту пряжу хотя я думаю вы найдете и другую ну и эту тоже я думаю найдете легко поэтому я показываю чего я вижу 180 метров 100 грамм а спицы 6 половиной миллиметров и начинаю я с набора в петель набирая я на одну толстую спицу 50 петель 49 50 как обычно я делаю узел и первый ряд резинка один на один вязание довольно свободное девчонки не затягиваем ничего для этого я взяла толстые спицы резинка один на один одна лицевая одна изнаночная так первый ряд провязали второй ряд темат образом снова вяжем резинку один на один но немного по-другому лицевую петлю мы провязываем на ряд ниже то есть не так а вот сюда предыдущий ряд продеваем изнаночные провязываем изнаночную лицевую на петлю ниже изнаночную обычным способом я этот узор знаю как пышную резинку еще ее называют полу патентную то есть она вяжется через ряд один ряд вяжется простой резинкой второй ряд вяжется вот именно такой лицевая петля на ряд ниже все это весь узор из двух рядов продолжаем таким вот образом следующий ряд у нас будет просто резинка один на один потом снова мы будем провязывать лицевую на петлю ниже продолжаем таким образом вязание ровно 50 петель это у меня 30 сантиметров вот сейчас я измерила заметим в спокойном состоянии в лежачем спокойном состоянии то есть она у нас легко тянет высоту я провязала 12 сантиметров теперь видите у меня уже цвет поменял теперь я буду делать добавление вяжем по узору 1 2 3 4 сначала ряда это 5 петель и из лицевой петли делаем 3 1 2 3 снова вяжем 1 2 3 4 5 из 6 вывязываем 3 1 2 3 через каждые 5 петель вывязываем из 6 3 петли на этом этапе мы добавляем и вот здесь вот видите не доходя до конца с тоже делаю добавление осталось у меня две петли так всего их у меня есть было восемь раз я добавила добавила я 16 петель и у меня получилось 66 петель далее эти петли я ввязываю в узор сейчас я вам покажу дальше у нас в работе 66 петель и мы продолжаем вязать ровное полотно по узору здесь у меня видите из провязала и я из предыдущего ряда теперь по узору ведь была лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так далее то есть из этой одной петли у нас получилось три петли которые из которых мы сделали наш узор изнаночной лицевая изнаночная и так до конца ряда в следующем ряду они уже свободно вписываются в наш узор провязала я следующие 12 сантиметров всего у меня здесь 24 они 24 сантиметра и снова мы делаем наше добавление точно также повторяем то что мы делали 5 петель от начала ряда из 6 лицевой вывязываем 3 и так далее 3 4 5 из 6 вывязываем 3 5 и 6 последних так сделала я следующие добавление всего 10 добавлений это 20 петель значит у меня в работе 86 петель и продолжаем ровное вязание следующий 12 сантиметров все провязала я следующие 12 сантиметров то есть вот эти секторы у нас все по 12 сантиметров далее таким же образом добавила через пять петель я уже не буду показывать потому что это все идет одинаково добавила 14 раз вот этих точек у меня 14 раз по 2 петли это 28 петель я добавила и получилось у меня 114 петель поэтому вот сейчас я вижу эти 114 так мои хорошие провязала я последний сектор вот видите он у меня 15 сантиметров вот он последний вот мы последние 15 сантиметров самый большой всего его длина вот этого снова 51 сантиметр и сейчас я все петли закрываю девчонки не могу показать к сожалению правая рука стерта на терке вместе с морковкой поверну руку чтобы вам было не видно потому что выглядит это неэстетично понятное дело закрывать буду по узору лицевая там там где изнаночная изнаночная и свободно не затягивая лицевая изнаночная до конца закрываем все петли так девчушки вот такая вот такой странной формы деталь до такой расширяющийся форм теперь я вот эту меня осталось совсем кусочек нет я его ее продеваю в иглу кладывая лицевой стороной во внутрь лицевая сторона там где у нас вот это пышная такая петельку ты сшиваю сшиваете любым удобным для вас способом я буду сшивать за кромочные продолжаем сшивать так мои хорошие вот смотрите как выглядит этот слот это я уже его сложила видите он трехъярусный раз два три понятное дело что вы можете сделать его однотонным вы можете его сделать черным он будет мужской в том случае что еще хочу показать вот кстати вот тут так выглядит да вот он весь суд и мы уже его складываем можно вот этот верх можно вытащить спрятать подбородок в него вот она на то и рассчитана видите то есть либо завернут либо достать можно разложить вот по плечам видите вот как помощь а так вот можно опять же завернуть здесь уже в зависимости от вашей фантазии вы делаете как вы хотите как вам нравится можете его заворачивать подворачивать как вам угодно как вашей душе будет угодно о девчонки на этом все я с вами прощаюсь лежите вот такая вещица сегодня у нас с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока